МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Терроризм, угроза обществу. В Казани обсудили вопросы безопасности. Дачная история министр сельского хозяйства Чуваши пригласил к диалогу представителей садоводческих товариществ. Взмах палочки и зазвучал оркестр за дирижерским пультом Ольга Нестерова. Сегодня в Казани прошло выездное совещание Совета безопасности в Приволжском федеральном округе. В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, руководители регионов округа, в том числе и глава Чуваши Михаил Игнатьев. В повестке дня выездного заседания Совета безопасности два обширных вопроса. Противодействие и профилактика терроризма и экстремизмам, а также вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Михаил Бабич отметил, эти явления основная угроза дестабилизации социально-политической ситуации. В 2014-2015 годах на территории региона не зафиксированы теракты, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Однако за последние годы в ПФО отмечен рост миграции, и это вызывает опасения. По словам полпреда президента, 45% мигрантов в прошлом году прибывали на территории регионов округа незаконно. Критику секретаря Совета безопасности Николая Патрушева вызвала и недостаточная работа в регионах по противодействию компьютерным угрозам. По его словам, в мире пострадало более 150 тысяч пользователей региона ПФО, также не удалось избежать последствий. Кроме того, на совещании обсудили вопросы безопасности накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Более 600 проездных билетов по дачным маршрутам было реализовано в республике с 21 апреля. В этом году изменился механизм предоставления льгот. Поездки до дач стали дороже. В Министерстве транспорта Чуваши отмечают, что главная задача – бесперебойные перевозки. Сейчас из Чебоксара и Новочебоксарска действуют 26 сезонных маршрутов. С начала сезона начали работу 8 дополнительных до крупных садоводческих товариществ. В региональном Минтрансе продолжают мониторить дачные перевозки. Предварительные итоги заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства озвучил на утренней планерке. Алексей Тимофеев отметил, что проблем пока не возникает. Перевозчики поставили на маршруты до дачных участков необходимое количество автобусов. Очереди на вокзалах собираются только в часы пик. Это, конечно, челночного типа перевозки. То есть в утренние часы в сторону дачных участков обратно автобусы пустые идут. И в вечерний, последний день выходной, получается, в обратную сторону. Мы также обеспечили большее количество автобусов. Для поездок на дачные участки в республике реализуют проездные билеты. По данным ведомства, их стоимость зависит от расстояния от точки А в точку Б. При дальности поездки до 30 километров варьируется от 761 рубля до 1 918 рублей. Если же поездка свыше 30 километров, то стоимость каждого следующего километра составляет дополнительно 90 рублей. Правительство республики намерено поддержать инициативы дачников. Представители садоводческих товарищей сегодня пригласили в Дом правительства, чтобы рассмотреть насущные проблемы и обсудить грядущий закон о дачном хозяйстве. Подробности в следующем материале. На встречу с министром сельского хозяйства садоводы пришли с солидным списком вопросов. Большинство из них просили оказать содействие в строительстве дороги и водопровода. Некоторых представителей товариществ волнует и проблема отсутствия электричества на дачных участках. Мы даже не можем откуда присоединиться, чтобы энергоснабжение было нашего садоводческого товарищества. Самое близкое, которое есть, это говорят федеральный. Чтобы к федеральному подсоединиться, надо будет, значит, подстанции. Садоводческое товарищество должен построить. Это будет где-то 3, в Кире сказали 7 миллионов. Если садоводческое товарищество находится в пределах 500 метров от источника, тогда государство помогает. А когда чем дальше, тем, значит, нам никто не может помочь. Все обращения садоводов записали и передадут их специалистам профильных министерств для скорейшего рассмотрения. Сергей Артамонов отметил, что правительство республики намерено поддержать дачные товарищества. К примеру, садоводы смогут получить средства из бюджета на реализацию проектов местных инициатив. Мы понимаем, что вот эта вот система дачных садоводческих объединений, когда-то она была развита намного сильнее в нашей стране. Мы знаем, выполняет много такую целевую задачу. Понятно, в первую очередь, это продовольственная безопасность нашей страны. Недооценивать нельзя. Вот несколько цифр тоже скажу. Сегодня мы и ЛПХ уже тоже к вам приравняем, чтобы было понимание, да? Потому что тоже в частном секторе это личное пособное хозяйство. 70% молока сегодня надаивается в частном секторе. Развитие садоводства в перспективе будет регламентировать новый федеральный закон. Сейчас он проходит общественные слушания. В проекте документа прописано немало новшеств. Здесь было сказано, что рассмотреть возможность создания исполнительных органов государственной власти, отвечающих за развитие садоводства. То есть это говорится о том, что в республике все-таки же должен быть орган, который будет отвечать за садоводство и территорию СНТ. Я думаю, что его нужно уже создавать. Мы обязательно закрепим таким-то и эту работу будем проводить. Сергей Артамонов отметил, что встречи с садоводами будут продолжаться. Очевидно, что нерешенных проблем в этой сфере достаточно. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. С сентября парковка на некоторых площадках в центре Чебоксар станет платной. Администрация города официально установила, сколько придется платить автолюбителям за стоянку на платных парковках в центре столицы. Таковые уже этой осенью появятся у железнодорожного вокзала гостиницы Чуваша, МФЦ на улице Ленинградская и в других местах. Как сказано в официальном документе, первые полчаса парковка будет бесплатной. Дальнейшая цена будет напрямую зависеть от вида и грузоподъемности автомобиля. Максимальная цена за час использования машины места составит 30 рублей. В Чувашии, как и по всей стране, в эти дни проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спид». С особой тревогой специалисты вновь заговорили о вирусе иммунодефицита. В некоторых городах России наблюдается рост числа заболевших. С 15 по 21 мая пройдет общественный форум «Остановим СПИД вместе» и всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Организаторы акции предлагают всем сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно не только в центре СПИД, но и в поликлинике по месту жительства. Если результат окажется положительным, то анализ перепроверяют еще раз. Главная цель тестирования – увеличить число людей, знающих свой ВИЧ-статус, и сократить позднее выявление заболевания. Медицинское освидетельствование граждан России на ВИЧ-инфекцию проводится анонимно и абсолютно бесплатно. Результаты теста сообщаются персонально. В столице республики скоро появятся необычные клумбы и цветочные скульптуры. О планах по цветочному оформлению столицы Чувашии рассказали представители компании «Зеленстрой». Каждый год, начиная с мая, в городе формируют оригинальные клумбы, газоны устанавливают вертикальные фигуры. В этом году на развязке по улице Гладково появится петушок – символ этого года. А на кольце по проспекту Яковлева – скульптура «Хоровод». Над заливом полетят утки из искусственных растений. Из этого же материала сделают скульптуры «Чебурашка» и «Гена» и «Влюбленные». Места для них озеленители сейчас выбирают совместно с главным архитектором «Чебоксар». «Открой рот» – чемпионат с таким названием снова пройдет в Чебоксарах. Регистрация на соревнования по чтению вслух уже открыта. Быстрота чтения здесь не оценивается. Самое главное – правильное произношение и выразительность. Чемпионат по чтению вслух проходит в России с 2011 года. За это время к литературной акции присоединились 111 городов. Чебоксары впервые приняли участие в чемпионате прошлым летом. Взмах палочки и зазвучал оркестр. Главный дирижер Чувашского государственного театра оперы и балета Ольга Нестерова отмечает юбилей творческой деятельности. Об искусстве и управлении музыкой в нашем следующем материале. Это музыкальный отрывок из второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Именно это произведение прозвучит на творческом вечере Ольги Нестеровой. Правда, исполнять его самостоятельно Ольга Ситнировна не будет. Ее роль – руководить симфоническим оркестром. Это невероятно интересная работа, потому что наш оркестр очень талантливый. В нашем оркестре работают блестящие музыканты с великолепной техникой, с великолепным мастерством и с большой душой. За годы работы в театре она примерила на себя разные роли. Концертмейстер, дирижер, художественный руководитель и, наконец, главный дирижер. Официально три десятка лет. Хотя ее отношения с искусством гораздо старше. Ее первое образование – пианистка. Любовь к музыке у меня, наверное, проявлялась с первых дней моего рождения. Искусственно, наверное, привела меня мама, это генетически мама. У меня была прекрасной артисткой кукольного театра в нашем городе. Чайвовская ансамбля песней и танца. У нее прекрасный, великолепный голос, у нее прекрасный талант артиста. Опера Нарспей, Шевармань, балеты «Спящая красавица» и Боядерка. Все эти блестящие произведения родились под взмах дирижерской паучки Ольги Ситнировны. У нее особый талант. Не просто управлять инструментами, а чувствовать струны души каждого, играющего в оркестре. Татьяна Леонтьева, Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Помочь детям с ограниченными возможностями можно не только деньгами на лечение, но и своим творчеством. Главное – желание. В столице Чувашии проходит целая серия мастер-классов. Его организаторы – талантливые и милосердные люди. Все, что делают их ученики на мастер-классах, отправляются затем на выставки-ярмарки. Вырученные от продажи средства поступают в детский фонд. Это чудо. Нам очень приятно, что набралась такая большая аудитория мастеров, которые решили нас поддержать, и которые тоже проводят благотворительные мастер-классы. Мы выбрали программу по ипотерапии. Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями восстанавливались за счет лечения лошадками. У желающих обучиться новым веяниям в искусстве хороший выбор. Например, фьюзинг. Сегодня будем делать вот такие вот изделия из цветного стекла. Это идет специальное стекло, не бутылочное. Это искусство называется фьюзинг. Мы сегодня склеим из заранее приготовленных заготовок. Дома я буду это все дело спекать. Специально печень для фьюзинга. И такие вот изделия. Вот участвовать в благотворительной ярмарке. Кажется, сотворить такую красоту могут только профессионалы. На самом деле техника фьюзинг вполне доступна и любителя. Это подтверждают участники мастер-класса. Восемь юных жителей столицы Чувашии за один час мы сырали вот такие цветочки. Мы сегодня делали цветочек из мрамора, из лепесточек и бусинок всяких. Мне понравилось. Интересно. Алена Гольцева очень любит прикладное искусство. Девушка умеет рисовать, сплести фенечки. А вот фьюзингом занимается впервые. Это необычное родозанятие. И иногда можно как-то разнообразить свою рутину и прийти и позаниматься таким интересным делом. Мне кажется, что деньги, вырученные с этого мастер-класса, это очень хорошо. И побольше бы было такой благотворительности. Подобные мастер-классы – это как раз тот случай, когда совмещается приятное с полезным. У всех желающих еще есть возможность поучаствовать в благотворительном марафоне. В течение недели жители Чувашии могут научиться делать украшения, не варить шоколад. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Наши новости можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. До завтра.